Блогер и гражданский активист Андрей Цуканов снова идет в суд. Всего 7 суток административного ареста кардинально изменили его представление о правах осужденных. И теперь Цуканов решил на деле изменить закон о содержании арестантов по административному нарушению. Для административно арестованных не предусмотрено свидание с защитником, не предусмотрено пользование специальной литературой, ну и так далее и тому подобное. Судебная эпопея Цуканова началась примерно полгода назад с весьма нетривиального поступка. Свой недельный срок он получил за хулиганство. Блогер пришел на пресс-конференцию министра труда и соцзащиты Серика Абденова. Но слушать рассказ чиновника о пенсионной реформе Цуканов не стал. У него нашлись свои аргументы. Главу ведомства он попросту забросал куриными яйцами. Как говорит сам Цуканов, если раньше его больше интересовала свобода, то после недели ареста то, что за закрытыми дверьми СИЗО и тюрем. Поняв, как и чем на самом деле живут осужденные, Цуканов посчитал чуть ли не своим долгом изменить ситуацию. А она и впрямь очень странная. Оказывается, у арестованных по уголовной статье в Казахстане больше прав, чем у тех, кто отбывает наказание по административным делам. Это, как и пережитое в тюрьме, подтолкнуло Цуканова к законодательному бунту. Он требует от чиновников кардинальных изменений в законе о содержании под стражей. После нескольких безрезультатных визитов в прокуратуру, которая никаких нарушений в законе не нашла, Андрею Цуканову пришлось обратиться в суд. Ответчики, представители прокуратуры, на первое заседание суда не явились. Поэтому вместо конструктивного разбирательства судья вновь занялся каллиграфией и просто выписал еще одну повестку. Мы обратились к настоящему прокуратуру с просьбой привести закон в соответствии с новыми Международными конвенциями. Вы обратились с такой просьбой. А прокуратура, вместо того, чтобы сделать то, что они попросили, они отправили в МВД, те проверили и написали, что все замечательно, господин Цуканова им понравилось. И фактически на ваше обращение как такового ответа не дали. Новую повестку в прокуратуру Андрею Цуканову пришлось относить самому и для верности заверить печатью в канцелярии. Казахстанская ситуация с нарушениями прав заключенных характерна для России. Но есть одно «но», говорит известный правозащитник Лев Пономарев. Я должен сказать, что ни в России, ни в Казахстане Международные кодексы не пользуются. Но Россия отличается чем от Казахстана? Она подписала европейскую хартию прав человека, а Казахстан не подписывал. И в этом смысле, конечно, ответственность в России больше перед европейскими структурами. На самом деле я знаю политизированные дела, как в России, в Казахстане знаю. И ни там, ни там, если дело имеет политическое основание, то справедливости не ждите. В качестве примера, когда справедливости ждать не стоит, правозащитник Лев Пономарев приводит арест казахстанского оппозиционера Владимира Козлова, которого осудили по пресловутой статье «Разжигание социальной розни». Известно, что он не участвовал ни в каких призывах к массовым беспорядкам. А они так и были. Действительно, были массовые беспорядки. Жанна Зеня, так сказать, в Казахстане, на Западном Казахстане, там реально пострадавшие люди были, там и стрельба была. Но Козлов, значит, не участвовал, так сказать. Он политический лидер, и он поддерживал забастовщиков. Не было на месте событий, то есть никаких обвинений не было. Тем не менее, ему дали 7 лет. Это грубейшее нарушение закона. Еще один пример, на этот раз из России. Известные уже всему миру узники Болотной площади. Они уже полтора года сидят в следственных изоляторах. Были люди мирные, массово беспорядковые не участвовали, и их осудили, допустим. Вот, допустим, дадут им реальные сроки, да. А потом найдутся немирные люди и выйдут на такие, и уже сделают массовые беспорядки. То есть, вот силовым способом нельзя задавить народный протест, так сказать, когда он носит мирный характер, тем более. 20 декабря Россию ожидает большой день открытых тюремных дверей. Считается, что именно в этот день в стране амнистируют около 200 тысяч заключенных. Подпадут ли под нее так называемые политические, неизвестно. Как и неизвестно, чем закончится попытка казахстанского активиста Андрея Цуканова изменить закон о содержании арестантов. Ярослав Ярославцев. Специально для 1612.